Нужно просто понять, вы хотите работать или чтобы денег много появилось. А ну-ка скажите, есть ли люди, которые работая на кого-то, смогли заработать сумасшедшие огромные деньги? Давайте я вам скажу. Как правило, такого не бывает. Дело в том, что во власть вы не проникнете, потому что там чьи-то дети, а также у вас нет таких качеств. Ну, кто-то же у власти находится. Но тех людей, которые у власти, их же недостаточно много. И очень часто человек задает вопрос, Андрей Андреевич, как мне стать богатым? Я могу сказать, что это неоднозначный такой путь. И для того, чтобы этот путь все-таки пройти, человеку необходимо начать вот с чего. Я могу сказать на 100% то, что делает многих людей богатыми людьми. Это два качества. Первое качество – это трудоспособность. И второе качество – творчество. Я считаю, что человек творческий, он в дальнейшем будет обязательно богатым. Но развить у себя творчество несложно. Я могу сказать, что необходимо заниматься творчеством и подходить к бизнесу или к чему-либо творчески. Также я могу сказать, что мы перешли как раз в тот период времени, когда любое изготовление чего-либо человеком является преимуществом. И человек, который на сегодняшний день станет сам производить хоть что-либо, просто стараясь делать это более-менее похожим на то, что уже существует. Допустим, приехал на морской курс мужчина и говорит, мы начали делать консерву, тушенку, у нас есть предприятие, есть еще что-то. И мы, в общем-то, очень неплохо начали зарабатывать. Андрей Андреевич, большое спасибо, потому что вы посоветовали заниматься тушенкой. Я попробовал тушенку, она очень вкусная. Прямо очень вкусная. Скажите, если тушенка вкусная, ты будешь ее второй раз покупать? Ну, конечно, и второй, и третий. А если люди, которые любят тушенку? Я могу сказать вам, что есть люди, которые любят тушенку. Это бывшие военнослужащие, люди, которые там заморачиваются приготовлением пищи. Это холостые мужчины, которые купят банку тушенки, сварят там кашку какую-то и после этого хорошо покушают. То есть нет смысла там ожидать, варить и так далее. Естественно, чем нужно начать заниматься? Начните заниматься творчеством. Также найдите мои советы, которые указаны на сайте дуйко.гуру. Там есть советы по развитию надсознания, а также по развитию быстрого сознания у человека. Там их 10 этих советов. Вот используйте все вот эти методы, все 10 советов для того, чтобы развить свое сознание, сделать так, чтобы оно было у вас более быстрым, более эффективным. Чем может человек заниматься? На сегодняшний день человек может заниматься всем, если он этого хочет. Человек говорит обычно, Андрей Андреевич, а у меня ничего нет, я не знаю, с чего начать. Ну, пройдите мой семинар, который называется «Эзотерика в бизнесе». Купите семинар, который называется «Эзотерика в бизнесе».